получить вот это хорошее место. Но это смотря с какой стороны оно хорошее. Дело в том, что вы работаете в пустыне, в сложных климатических условиях. Кроме того, песок, который вы перерабатываете, содержит в себе соли урана, тория, радиоактивных элементов. Это необычайно вредная работа. Поэтому, несмотря на высокую зарплату, которую вам платят, работать вам трудно. Местное население отличается тем, что, вообще говоря, трудно найти хороших инженеров. Вы используете низкоквалифицированный труд. Вы всячески эксплуатируете рабочих на все 100%, если не на 200. И ваше отношение, немножко барское отношение, вы россиянка по гражданству. Это тоже немаловажная деталь. Чувствуете вы себя на этом кабинете, как на вахте. Вы работаете вахтовым методом, что называется. И каждый поставщик, будь то Украина или Россия, должны выложиться перед вами на все 100%, даже на 200%. То есть, они должны вывернуться наизнанку, но сделать так, чтобы это оборудование работало бесперебойно. Если вы этого не сделаете, то вышестоящее руководство, Константин, по всей строгости с вас спросит. А может быть, даже вас уволит. Ну, вот такая ситуация. Повторяю, что в вопросах техники вы не особенно компетентны. И вы, например, обращаетесь за советом постоянно к инженеру, к Нине Петровне. А Нина Петровна будет у нас инженер. Нина Петровна, вы достаточно произвольно можете говорить по этим вопросам. Вы нас слышите? А вот не слышит нас Нина Петровна. Ну, давайте тогда мы потихонечку начнем вот с этой основной роли. Дальше подключится медиатор. Наталья Петровна, можете в роли медиатора выступить в этой ситуации? Жалко. У нас с Ниной Петровной связь слабая. Почему-то получилось так, что Нина Петровна не слышно. Ну, хорошо. Давайте тогда роль... Что вы говорите, не расслышал. Я мужчинам предлагаю роль медиатора в этой ситуации. Тогда у нас Константин, например, будет медиатором. Константин, вы не возражаете? Качество связи хорошее. Тогда, соответственно, вы, Наталья Петровна, будете выступать в роли руководителя холдиковой компании. Которая очень требовательный руководитель. Вам требуется наладить бесперебойную работу этого оборудования. Один месяц простое стоит для вас 150 тысяч долларов. Это означает непереработанное сырье. Потому что буквально вы находитесь на клондайке. Образно говоря, бери песок, перерабатывай. Гарантированная выручка есть. Спрос на металлы, которые содержатся в этом песке... Все знают, что титан – это оборонная промышленность. Это оружие, это высокий технологический сектор. И поэтому спрос колоссальный на вашу продукцию. И вы никак не можете взять в толк, почему это оборудование стоит. Теперь то, что касается Ольги Валерьевны. Ольга Валерьевна, а вы не знаете толком, можно запускать это оборудование или нет. Ольга Валерьевна, а вы не знаете толком, можно запускать это оборудование.